Ну, немножко о науке поговорим. Концепция говорит, что христианство, с этого начинается раздел, преодолев языческие предрассудки, демифологизировало природу, тем самым способствовало возникновению научного естества знания. Со временем науки, как естественные, так и гуманитарные, стали одной из наиболее важных составляющих культуры. Сейчас успехи науки и техники достигли, конечно, потрясающих результатов. Вместе с тем, несмотря на изначальное воздействие христианства на становление научной деятельности, а как вы знаете, что исходные позиции науки, они где были-то? В средневековых католических монастырях. Так вот, несмотря на это, развитие науки и техники под влиянием секулярных идеологий породило последствия, которые вызывают серьезные опасения. В общем, мысль здесь какова, я прокомментирую, что та наука, который научно-технический, лучше сказать, комплекс, который мы наблюдаем сейчас в ее развитии, Он исходил в начале из христианских общин, из христианских умов. Ну, помните, мы говорили с вами раньше о двух совершенно различных отношениях или понимании труда. Если западное рассматривало труд как наказание, как иго, как бремя, которое возложено на человека, то восточное православие рассматривает труд как естественное, необходимое и должное в данном состоянии человека. Вот. И более того, рассматривает труд в этом отношении как благословленное Богом, не как наказание, а как благословленное Богом делание для человека. Делание, благодаря которому человек может осуществлять и самого себя образовывать, и может осуществлять дело любви по отношению к другим людям. То есть, видите, какие два разных взгляда на труд. Так вот, исходя из этого, мы видим исторически, как это проявило себя. Наука и техническое развитие возникли прежде на Западе, как попытка к тому, чтобы освободить максимально, насколько это возможно, человека от труда. Насколько возможно. Создать ему, если хотите, комфорт жизни. Сбросить это бремя или это наказание, которое наложил Бог на человека. То есть, вы понимаете, в чём дело? Что уже не открыто, не гласно, но уже противостояние Богу. Ведь труд – это ж наказание. Научно-технический прогресс к чему призван? Достичь комфорта жизнью. Освободить максимально человека от труда. Всё замените, если хотите, машинами и роботами. Уже, вы чувствуете? Ведь если это так. Но началось это в христианских, я вам сказал, умах. Но потом, это естественно уже, когда стало очевидным, куда это всё идёт, то постепенно культура стала терять христианские начала жизни. И в том числе и сама наука стала развиваться независимо от христианских нравственных начал. К чему пришло? Не сейчас, нет. Давно пришло. В сознании человека, в сознании учёного. Или, если хотите, общее сознание научное. К чему оно пришло? Наука должна быть абсолютно независима от каких-то этических норм. Наука должна развиваться. Её суть в познании как таковом, в познании, и применении этого познания к тому, чтобы создать человеку максимальные возможности для его комфорта, для его власти над миром, для его человека-божества. Есть Бога-человечество, а есть человека-божество. Цель какая? Познаем этот мир, раскроем силы, которые у него есть, приобретём власть над природой и станем богами. Вот это, так сказать, духовная идея, которая присутствует бесспорно. В Дубне, например, мы пытались говорить о том, что наука должна быть ограничена христианскими или, ну, религиозными нормами. Протест. Нельзя науку ставить в какие-нибудь рамки. Должно быть свободное развитие познаний. Нет областей, которые были бы запрещены для научного знания. Мы говорим, ну, вот видите, к чему это приходит? К чему приводит это? Ну, самая яркая и сильная атомная бомба. А к чему генная инженерия приведёт? Это же ужасы. Причём от этих ужасов никуда человечество не уйдёт. Потому что только святая душа, только любвеобильная душа порвёт в клочья то изобретение, которое увидит, что оно может нанести вред человечеству. Вот святой человек открыл бы вот эту реакцию ядерного распада. Открыл бы вот эту возможность создания этого уничтожения. Он бы в клочья растерзал бы это. Никто никогда даже и к этому не пришёл. А что может сделать генная инженерия? Во что превратить людей? В создании буквально поколения рабов с какой-то ярко одной выраженной функцией. Чудовище может породить. Кто мог бы поставить только щит из ограждения здесь? Только душа, исполненная святости и любви к человечеству. Вот об этом забывает научная мысль. Требует себе свободы полной. И эта полная свобода, смотрите, к чему приводит. То есть сейчас уже стало совершенно очевидным и бесспорным, и само собой разумеющимся, что все кризисы, особенно экологический кризис, все они являются антропогенными, то есть рождёнными человеческим творчеством, человеческой наукой, человеческой техникой. Причём уже совершенно бесспорно, что это лучший образ, который можно действительно показать, если изобразить научно-технический прогресс. Это гигантский, всё более растущий змей, заглатывающий хвост, то есть самого себя. Нужно сейчас приблизить к тому состоянию, когда уже вот-вот скоро, когда он задохнётся, поглощая себя. Но это будет вселенская катастрофа. Экологический кризис уже, уже необратимые процессы наступают. Я уже говорил вам. Это же чистая наука, которую политики не хотят затыкают уши, не хотят слышать даже. Вот достаточно одного факта, который приводит академик Моисеев, что за 20-й век количество углекислоты возросло на 21% в атмосфере. А биота, вот этот зелёный покров земли, не откликнулся фактически. Подумайте, что это значит. Должно быть пышная зелень, это всего должно быть необычайный взрыв просто. Вся земля покрыться, не знаю, должна быть зелёным покровом напротив. К середине века обещают увеличение пустынь на 25%. 20-25%. Что вы? Что это такое? Биота не откликнулась. Что это значит? Он, как учёный, кстати, не христианин, я очень жалею, что не успел с ним встретиться. И он прямо говорит, что всё это грозит гибелью, катастрофой земли. Кризис, говорит, может наступить моментально, причём с такой скоростью, что никакими человеческими средствами уже не остановить. Эти необратимые процессы в природе – это нечто страшное. Причём наступит именно сразу. Всё хорошо. Точное, вы знаете, точное подобие того, что описывает Библия в состоянии перед потопом. Всё было нормально. Всё было хорошо. Все жили. И вдруг обрушилось. Вот здесь он считает, произойдёт точно то же самое. Точно то же самое. Причём указывают сроки уж очень совсем небольшие. Середину, где-то середину 21-го даже века. Я ещё раз говорю, что это учёные, огромные учёные. Не случайно в честь его проводились такие конференции, очень большие конференции специальные. У него интереснейшие работы. Вот что он говорит. Вот что говорит позитивная наука. К чему она приводит своего Творца, если он не поставил своим познанием границ? Ум должен иметь границы своего познания, чтобы не погибнуть. Это ещё сказал Боже мой! Когда-когда сказал Каллис Катафигиот. Ум, как он сказал, меру. Ум должен иметь меру познания, чтобы не погибнуть. И это относится как к каждому личному человеку, так и к человечеству в целом. Наука, не ограниченная нравственными нормами, нравственными принципами и высшим принципом, любовью к человечеству, превращается в монстра, который уничтожит своего Творца. Уже сейчас Творец уже попал в рабство своему творению. Мы уже не можем не производить тех хотя бы машин, которые всё отравляют на свете. Весь этот воздух. Мы не можем отказаться от тех форм цивилизованного существования. Не можем. Человечество погибнет. Только энергия. Всё стоит сейчас на ней. Всё. Всё сразу же наступит катастрофа в мире. Если не будет просто вот эта энергия, электроэнергия. Вот к чему мы пришли. Уже натуральным хозяйством человечество не проживёт. Опоздали. Так вот, с другой стороны, концепция отмечает, что научное познание, оно приводило очень многих к признанию Бога. При этом вращается внимание на известные слова апостола Павла. Особенно выделяются здесь общественные науки. В силу своего характера, неизбежно связанные с областями богословия, церковной истории, канонического права. Приветствует труды светских учёных в данной сфере. Церковь в то же время не считает рациональную картину мира, иногда формируемую этими исследователями, полной и всеобъемлющей. Религиозное мировоззрение не может быть отвергнуто как источник представлений об истине и так далее. Хочу вам сказать, здесь очень тоже непросто. Вот только вчера мне пришлось встречаться с одними деятелями. И один из их вопросов, ну как же всё-таки сопоставить вот эту библейскую картину происхождения мира с научной? Ведь посмотрите, сколько когда-то существовали эти динозавры и прочее. Миллиарды лет же. А Библия говорит. Я говорю, что говорит Библия? Ну как что? Ну, совсем недавно мир произошёл. Я говорю, ну как, сколько? Ну, сколько? Ну, несколько тысяч лет. Пять, шесть, ну, десять. Представляете? Вот дело в том, что наша литература богословская достаточно давняя, конечно, ну, даже достаточно дореволюционная. Но это перепечатывается сейчас. Утверждают, что будто бы Библия является хорошим учебником хронологии человеческой жизни. Мне однажды так надоело один из студентов первого курса. Это было давно. Он университет до этого окончил. Всё. Когда я говорил, что пять тысяч пятьсот восемь это цифры нереальные, а символические, восстал. Я говорю, всё. Ты будешь писать сочинение на эту тему. Все пишут на другую, и ты будешь писать на эту. Всё. Прекрасно. Договорились. Примерно недели через три или через месяц он всё ко мне подходит с поклонной головой. Нет. Библия не даёт оснований для того, чтобы мы сказали, сколько лет тому назад произошёл мир. Ещё о человечестве, но более-менее, учитывая евангельскую, если хотите, ну, с рода хронологию. Хотя, надо сказать, это не хронология. Ну, помните, хронология от Христа до Адама. Думают, что это перечисляются все роды здесь, все родственники. Конечно же, нет. Ну, допустим, ладно, пусть здесь ещё как-то ясно, что здесь картина, ну, исчисляется тысячами, ну, десятками тысяч лет. А вот отношение происхождения Земли, Вселенной, раз в Библии что говорит, никаких цифр мы не можем тут назвать. И это область науки и только науки. Кому интересно, ну, пусть пытается посчитать, сколько существует времени Земля и Вселенная. Для религии это не имеет никакого значения. миллион ли, миллиард ли, триллион ли лет, какое имеет значение для религии? Абсолютно. А в отношении человечества, я ему сказал, современные данные науки прямо говорят, что человек гомо сапиенс, то есть вот тот, которым мы являемся, он возник не ранее, где-то порядка 30-35 тысяч лет. Те же формы, которые называют, вот нашли-то миллион лет назад и так далее. Я говорю, учтите, это всё то, что ищет наука в качестве предков человека. Не человека, а предков человека. То есть поиски того, откуда, от кого произошёл человек. И вот находя вот эти вот вещи, то там, то сям, на что указывает? Не человек, а предки, с точки зрения мысли, теории вот этих учёных, человека. Человека. То есть это ещё не человек. Ну, а если это, говорить, 30 тысяч лет, то это очень близко, в общем, если хотите, даже вот к тому, даже, я бы сказал, просто даже библейскому, или лучше сказать, традиционному пониманию, когда называется там, ну, не 5, 1508, конечно, это символическая цифра. Да, а то, что он существует недавно, буквально какие-нибудь, вот, несколько там, ну, десятилетий, тысячелетий в смысле, это уже очень близкие формы. Есть книжка интересная, Горбовский, загадки древнейшей истории, и он там, ну, на основании, так сказать, многих данных научных, считает, что вот эта великая катастрофа, которая в Библии названа потопом, она произошла где-то порядка 10 тысяч лет тому назад. Очень возможно, что и так. Так вот, значит, наука, с одной стороны, людям, изучающим этот мир, открывает Бога, для того, по крайней мере, кто стремится изучить этот мир, кто хочет стремиться к познанию истины. С другой стороны, наука, оторванная от религиозных и нравственных корней, грозится стать тем чудовищем, которое уничтожит своего Творца. Церковь предупреждает об этом. Вот важнейшее, что высказывается в социальной концепции. Эти две вещи. И, наконец, о образовании. С одной стороны, здесь содержится серьёзное предупреждение о том, что светское образование, светское, не должно быть антихристианским и антирелигиозным. Светское совсем не антирелигиозное. Это очень важное замечание. Чрезвычайно важно. Потому что, как правило, светское, это значит антирелигиозное. Светское, значит, нерелигиозное. То есть, тут специального религиозного образования не даётся. Это верно. Но ни в коем случае не антирелигиозное. Это совсем разные вещи. Светское – это не значит атеистическое. Это очень важно. Более того, содержится пожелание даже, чтобы система образования, система была построена на религиозных началах. Я бы сказал бы очень, как следующий важный факт, что образование с необходимостью, с полной необходимостью, должно включать в себя прежде всего помощь в выработке для каждого получающего образования твёрдого мировоззрения. То есть, должно создать условия для учащегося, чтобы он мог получить мировоззрение. Необразованный тот человек, который не имеет мировоззрения. Необразованный. То есть, он не знает, к чему стремиться. У него нет последней цели жизни. Нет понимания смысла жизни. Какое же это образование? Можно сказать всё, что угодно. Знание – это материал. Мировоззрение – это вот, если говорить, та идея, которая идея того, что я буду строить из этого материала. Что я хочу построить? К чему я стремлюсь? Не надо смешивать вот это образование, как сумму знаний, и мировоззрение, как то необходимое, при котором только эта сумма знаний будет иметь свой смысл. Недаром Гераклит тёмный, великий Гераклит, древнегреческий философ шестого столетия до нашей эры говорил, что само по себе много знания уму не научает. Правильно. Не знания сами по себе должны быть целью образования. А цель образования – первое – мировоззрение правильное. Второе – образование с необходимостью должно включать себя в качестве, может быть, важнейшего элемента – воспитание. Ну, на началах, если хотите, того мировоззрения, которое приобретает человек. Там, где этого нет, образование теряет весь свой смысл. Содержится здесь критика материалистического и антирелигиозного образования, как будто бы носящего светский характер. Да, и затем содержится предупреждение относительно учебных стандартов, программ и принципов образования из организации, известных негативным отношением к христианству или к православию в частности. Ну, само собой понятно. Предупреждение также о том, чтобы в светскую школу не проникали оккультные, неоязыческие идеи и влияния, влияние деструктивных сект. Поэтому церковь предлагает, написано в концепции, полезным и необходимым проведение уроков христианского вероучения в светских школах по желанию детей или их родителей, а также и в высших учебных заведениях. Церковь предлагает это с необходимостью. Почему? Это необходимо даже в плане вообще образования. Люди, школьники должны знать, должны просто знать о том, что такое христианство, что такое православие, особенно находясь в такой стране, как Россия. Вот так, друзья мои, это вот те основные моменты, которые я вам хотел предложить по этому параграфу. Видите, он небольшой. Это, если хотите, тезисное изложение в основу вот этой социальной концепции. Это тезисное изложение некоторых идей. А очень важно расшифровать их, правда же, и посмотреть на них уже в более полном, я бы сказал, объеме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!